Глава 17. Дом учения. Часть 1. Тяжелые шаги Элемелиха. Пинхас обрадовалась Наоми. Старый, старый, осмотри, выправка молодцеватая, не у всякого юноши такая. Нежданные гости, да дорогие, засуетилась Наоми. Встречай, доченька, не каждый день к нам знакомые наведываются. Я соберу кое-что к столу. Руд, взволнованная и оробевшая, Прислонившись к резным перилам крыльца, Осталось встречать гостей. Не позабыв оценить свое отражение В ручном зеркальце, Осталось довольна. Причесана, вьющиеся волосы Тщательно укрыты платком голубым Под цвет глаз сияющих. «Хороша, хороша!» Шупнула своему отражению, Но тотчас себя отдернула. «Нет для кого быть красивой, Да хотя бы для себя самой!» «Вечер добрый, милая Руд!» — во весь рот улыбнулся Ноах. «Редко вижу тебя и каждый раз рад нашей встрече. Извини, что мы без упреждения в гости пожаловали!» Он склонился в глубоком поклоне, оставив на половицах крыльца свою ношу. «Это вам с Наоми!» «Здравствуй, доченька! Бог в помощь!» Старый Пинхас легко отодвинул за плечи Ноаха. «А я вот с пустыми руками, но весь до краев наполнен любовью к дорогим хозяйкам!» Пинхас встревожился. «А где же Наоми?» «А вот и я, господа хорошие!» В проеме распахнутой двери появилась Наоми, и Руд поняла, не только к застолью она приготовлялась. Ее огромные черные глаза сияли, Русые волосы, увы, ныне поредевшие и посидевшие, Были тщательно укрыты белым платком, Стянутым на затылке. Светлое платье на высокой груди, Золотыми узорами вышитое, Подчеркивало тонкую стать и властную осанку. «Да это прежнее Наоми!» Подумал Ноах. «Такой помнит и любит тебя Бейтлехем!» Порывался сказать старый Пинхас, но промолчал. Когда Ноах раскрыл принесенный сверток, Женщины восторженно ахнули. С десяток крупных цветов, От фиолетовых до пурпурно-красных, Словно на луговой поляне, Рассыпались по половицам крыльца. «Что это?» — удивилась Наоми. «Какая красота!» — воскликнула Руд. «Не налюбуешься!» «Я на рассвете возвращался От своего друга Эльканы!» Пояснил Ноах, Смущенный женским вниманием. Пол дороги он меня провожал И в горах Самарии Привел на диковинную поляну, Усыпанную цветами. «Наоми, я вспомнил, Что ты любишь цветы, А за десять лет Цветники в твоей усадьбе Выгорели начисто!» Мы с другом, осторожно, Чтобы не повредить корешки, Выкопали несколько цветков. И Элькана, заботливо обернув Каждый росток Вместе с комочком земли, Посоветовал мне Высадить их в твоей усадьбе. Сегодня с Божьей помощью Мы этим займемся! Но как появились эти великолепные цветы На земле обетованной, Не переставала восхищаться Руд. Когда Господь, благословенно его имя, Даровал нам Эра Цесраэль, Текущую молоком и медом, Поспешил столковать старый Пинхас, По его воле многие растения Избрали нашу землю своей. У каждого цветка своя история. Эти цветки Ноаха Называются ирис. Они растут в горах И стойко переносят любую непогоду, Суровую зимнюю стужу, Проливные дожди, Порывистые ветры. И хотя ирис признает Только свои родные горы, Мы с Ноахом уверены, И в грунте усадьбы Наоми Они приживутся. «Как доченька моя на земле Иудеи!» Прошептала Наоми. Обнаружив, что участок, где Наоми решила высадить Самарийских пришельцев, пришел в запустение, Ощетинился густыми зарослями колючего кустарника, Хозяйственный Ноах отыскал в амбаре тяжелую турью Подобие мотыги. На деревянном черенке сохранился Остро заточенный наконечник. И сбросив молитвенное покрывало, Пошел рубить кустарник, Отводя за широкие плечи руки для удара, Радуя с подходящему случаю Приложить неистраченную силу. И тут же Рут, невольно любуя Сладным и крепким мужчиной, В руках которого спорилась любая работа, Проворно шла следом, Отбрасывая в сторону вырубленные ветви, С жадностью глотая аромат разворошенной почвы, Напоминающей ей запахи земли, Когда она подбирала колоски На ячменных полях Боаза. Но где те поля? Где сам Боаз, Ближайший родственник Наоми, Оказавшийся таким трогательно-заботливым В первый день? Чуть ли не три месяца пролетели, Ведь Наоми возлагала на него такие надежды, А разве ты, Рут, Моавитянка, не возлагала? Едва расторопный Ноак закончила чистку От зарослей клочка земли, А Рут сгребла с пустоши Высохшие ветви и горенья, Как оглянуться не успели, Навалилась ночь непроглядная, южная, Такие бывают в селениях, Окруженных лесистыми обрывистыми горами. Ноах, испуганно вскрикнула Рут, Очутившись в кромешной тьме, Что же будет с цветами? — Будем сажать, милая Рут, — Рассмеялся Ноах, — С Божьей помощью, А пока передохни. Все четверо еще некоторое время Оживленно перекликались, Привыкая к темноте и свежести Ветренной ночи. Наоми гостеприимно приглашала к столу, Ее поддерживал старый Пинхас, Но внезапно порывы западного ветра Разорвали дождевое облако. Из-за гор величаво выплыл Янтарный лунный диск, Усеченный к концу месяца. Густую синеву небо Заполнили яркие звезды. Стало светло, как днем, И обрадованная Рут захлопала в ладоши. — Будем сажать, Ноах! — Воскликнула Рут И подняла руки к звездному небу. — Теперь точно с Божьей помощью! Как заправский садовник, Ноах не только выкопал глубокую лунку Под каждый стебелек, Но и заполнив лунку свежей землей, Опустил в нее корешки цветка Вместе со сбереженной на них Почвой Самарии, Родной для цветков ириса. — Поливай, милая Рут! — Командует Ноах, Бережно придерживая корешки Широкими загрубелыми ладонями. — Не жалей воды, Пинхас! И старый Пинхас, На глазах помолодевший, Проворно бежит с ведром к колодцу. К полночи работа была закончена, И еще недавно запущенный участок земли Было не узнать. Подобно диковинной поляне В горах Самарии, На верхнем склоне усадьбы Наоми Возникла неширокая полоса, Покрытая крупными и нежными цветками, Колышущимися на легком ветерке, Чарующими удивительным сочетанием красок. Щедро освещенные золотистым лунным светом, На тугих бутонах преобладали Темно-фиолетовые цвета, Предполагая пурпурную окраску При солнечных лучах И чистой голубизне неба. «Только бы они прижились!» Прошептала Рут. «А доченька моя все-таки прижилась!» Негромко отозвалась Наоми. В последующие дни Она будет нередко приходить На эту зеленую лужайку И любоваться многоцветным покровом, Вспыхнувшим благодаря регулярному поливу, Которым усердно занималась Рут, И набиравшим силу, Будто готовясь к порывистым осенним ветрам И краткой, но ощутимой зимней стуже. Иногда она вспоминала Элемелиха, Неизменно каждое утро, Дарившего ей букеты полевых цветов. Но время шло, И она уже не замирала При воспоминаниях о покойном муже, Или что-то теплое и светлое Ненадолго накапливалось в груди И истаивала, Подобно белому облачку. Отныне одна единственная забота Переполняла еврейскую женщину Судьба Рут Мавитянки, Обретенной дорогой доченьки. К запоздалому ночному ужину Наоми позвала гостей В просторную комнату второго этажа, Освещенную масляными светильниками И подвешенными к балкам Потолочного перекрытия И на подоконниках расставленными. Здесь Элемелих, Вновь она вспомнила мужа, Собирал семью И не начинал субботнюю трапезу Без приглашенных родственников И друзей бедняков. И тут старый Пинхас Писал для Элемелиха Свиток Торы. Уставшие, но счастливые В каком-то трепетном молчании Все рассели за столом Накрытым белой скатертью Уставленным множеством блюд Изумивших гостей И даже руд. Когда это Наоми успела приготовить? После омовения рук Старый Пинхас произнес Благословение на хлеб, Приподняв увесистый каравай, Сдобный, румяный, душистый. Оказалось, пока мужчины и руд В поте лица своего Рыхлили почву и сажали цветы, Наоми явно подсуетилась. Застолье напоминало Яркий натюрморт Щедрый и благоуханный На тарелках салаты С острыми приправами Крупные оливки Плошки с душистым медом Куриные тушки Сочные, ароматные Кувшин с охлажденным Виноградным вином Какой еврей Бесплода виноградной лозы? Ноах поднял бокал Скажу только от себя Едва ли в последние Десять лет моей жизни Был такой удивительный И блаженный вечер Ты не оговорился, Ноах? Рассмеялся Пинхас Такая удивительная ночь Неприметно в оживленных Дружеских беседах Пролетело время И когда за распахнутыми Окнами появились Первые признаки рассвета Тьма кромешная Утрачивала плотность Настойчиво наполняясь Внутренним светом Вскрикнула какая-то птица И захлопала крыльями Старый Пинхас Закончив благословение После еды Смущенно толкнул Под бок своего товарища Ноах! Пора и честь знать И склонив голову В глубоком поклоне Примного благодарны Решительно шагнул За порог Слегка захмелевший Ноах Явно не хотел уходить И долго топтался У выхода Добродушно улыбаясь Да поможет вам Бог Тихо выдохнул он Обращаясь к хозяйкам Так мы Обо всем договорились И исчез в предрассветном тумане Сбегая вниз по каменистой тропе Окликая старого Пинхаса А новый день Привычно вынырнув Из-за коричневых гор Муава Во весь голос И всеми цветами радуги Уже заявлял О своем приходе Одернул предрассветное Туманное покрывало Словно сетель Щедро рассыпал По полям И склонам холмов Полные пригоршни Своих золотистых лучей Еще летний Разогретый Ясный Но уже угодив В колею Приближающейся осени Становился короче Утрачивал накопившийся жар Отдаривал утренней прохладой Зазывал на поля пахарей На виноградные плантации В оливковые рощи Толпы бородатых сборщиков И голосистых сборщиц Уже не за горами Наши осенние праздники Не обошел наступивший день И усадьбу Наоми Как шаловливый малыш Спугнул заспавшихся птиц Окатил искристой росой Садовые травы И ветви плодовых деревьев Вспыхнул яркими красками На цветочных клумбах Не позабыв и новоявленную Зеленую лужайку С горными ирисами Подобно чуду Возникшую прошлой ночью Будто озорник Взобрался на деревянный подоконник После недолгих раздумий В окно заглянул Там две женщины В негромкой беседе Друг к другу склонились Вспоминали Обрадованные встречей В занятных подробностях Как все было И разговоры дорогих Неожиданных гостей Долго еще звучали Под крышей их дома Ровно через неделю В первый день четвертого месяца Сказал торжественно Ноах В рожь хода штамус Уточнил старый Пинхас В нашем Бейт-Лехеме Состоится большой праздник С Божьей помощью По поручению Буаза Мы завершаем строительство Дома учения Такие дома учения Построил наш праотец Иуда В земле Гошин В Египте Куда его послал праотец Яков Перед тем, как со всей семьей Спустился в Египет А почему именно четвертого месяца И от чего непременно в рожь ходыш Любопытству молодой мавитянки Не было предела В семнадцатый день четвертого месяца Как сообщает нам Тора Вносит ясность старый Пинхас Моше наш учитель Узнав о грехе золотого тельца В неистовом гневе Разбил скрижа Лизавета Встретив пытливый взгляд Рут Он разъяснил Построив дом учения И внеся в него свиток Торы Или Мелеха Возвращенный Ноахом с полей Муава Мной тщательно выправлены Мы, евреи Бейт-Лехима Словно раскаиваемся За своих согрешивших предков Это особенно важно в рожь ходыш Когда каждый еврей Будто обновляется Поднимаясь на новый духовный уровень Я понятно объясняю Пинхас от чего-то обратился к Ноаху Мама, уставшая Почти что сморенная сном Рут Как малое дитя прижимается к Наоме Только тебе дано понять Происходящее в моей душе Восторг, восхищение, честь От того, что это было дано мне услышать Из уст самого старого Пинхаса Да какой он старый Гордость от того, что это Не только загадки из древности Но и... Рут лихорадочно потыскивала Подходящие слова Но и наша связь с предками Если... Если мы раскаиваемся за их грехи То непременно те, кто придет после нас Будут каяться за наши Я правильно поняла Что в тот день Будет большой праздник Шептала Рут Внесение свитка Торы Это очень большой праздник Доченька Наоми бережно умастила голову Засыпающей Рут на свои колени И нам будет оказана честь В нем участвовать Затем Раньше всех других жителей Бейтлехима И посетили нас Ноах и старый Пинхас Еще долго просидела Наоми недвижно Как вкопанная Боясь изменить положение Принять удобную позу Чтобы не разбудить невестку Задеревенели спина и ноги Но ничто не сравнится со счастьем Нежно обнимать эту молодую женщину Ставшую родной Да и можно многое обдумать Обсудить с собой Неожиданный визит Ноаха и старого Пинхаса И когда Рут пошевелилась Раскрыла глаза И удивленно уставилась на Наоми Ой, мама Неужели я так и заснула На твоих руках? Наоми ошеломила ее вопросом Доченька Тебе не показался Ноах Каким-то иным? И не дождавшись ответа Выговорила Тот же Ноах Да не тот Она немного подумала Не такой влюбленный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok